Битва за Кавказ – одно из самых кровопролитных и второе по продолжительности сражения Великой Отечественной войны. Этой теме очередную встречу посвятил и научно-исследовательский институт. Молгобек был для врага стратегически важной линией фронта, отмечают докладчики. События, которые разворачивались на Кавказе, безусловно, имели для германского командования большое значение. Почему? Потому что в 1942 году одним из главных направлений германское командование обозначило как раз-таки Кавказ. И здесь шла речь не только об экономических интересах, не только захват нефтеносных районов, но и здесь ставилась важная стратегическая цель – это вовлечь Турцию в войну, а также начать наступление на Ближний Восток. Сотрудники НИИ этой теме уделяют особое внимание. Они занимаются поисками информации об участниках войны, делятся своими знаниями и архивами со всеми, кто заинтересован в раскрытии этой темы. Тимур Матиев в своем докладе отмечает, в техническом плане силы немецкой армии преобладали в 9 раз. Это наступление было на первых порах чрезвычайно успешным для противника и чрезвычайно опасным для советской стороны, потому что под угрозу были поставлены коммуникации, связывающие за Кавказией с остальной частью Советского Союза. И под угрозу был поставлен единственный на тот момент крупный нефтяной район, который находился в распоряжении Советского Союза. Нельзя забывать о том, что на тот период не было уральских и сибирских месторождений, они еще не были разведаны. Единственным собственным нефтяным районом, который обеспечивал нужды страны и армии в условиях тотальной войны, какой стала Великая Отечественная война в том моменту, этим районом были Бакинский и несколько меньше стихний Грозненский. Несмотря на это, завладеть кавказской нефтью противнику не удалось. Защитниками были не только солдаты, но и нефтяники и жители города Малгабека. Немцам не оставалось ничего, кроме как поверженными отступить назад. Цена этой победы – 120 тысяч жизней солдат и офицеров. На семинаре в роли докладчиков выступают научные деятели, которые не один год занимались исследованием деталей этого сражения. Об участии ингушей в Великой Отечественной войне рассказывает Магомед Сагов, директор Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова. Мы говорим о черном золоте, нефти, которая имела такое большое значение в Грозном, Малгабеке. А мы не говорим о белом хлебе, который поставлял весь Южный фронт, наш Назрановский элеватор и мельзавод. И до этого немцы подсылали свои истребители, чтобы разбереть Назрановский мельзавод. Ну и у них это не получилось, а бомба, которая упала, не взорвалась в володистой местности реальности. И в 1966 году, в момент открытия этого музея, эта капсула была передана музею. О первом музее города воинской славы рассказывает Изаурбек Албогачи, в котором собраны материалы не только о военной, но и трудовой истории города. Многие экспонаты посвящены разработкам нефтяных месторождений. Мы каждый день работаем именно в этих двух направлениях. Первое направление – это, конечно, выявление и увековечивание памяти ранее неизвестных как защитников Малгабека, так и наших ветеранов. И второе направление – это, конечно, патриотическое воспитание, патриотическое воспитание молодежи. Что касается первого направления, мы все время работаем в этом направлении, и каждый год у нас есть уже действительно свои результаты, и каждый год наша база пополняется. Таким мероприятиям НИИ уделяет особое внимание. Ни одна историческая дата не проходит неотмеченной. Институт имени Чаха Акриева проводит фундаментальные исследования в области истории. Об этом говорят работы научных деятелей. Особо мне хотелось бы отметить недавно вышедшую книгу памяти, участие Ингушетии в Великой Отечественной войне. Мы до последнего времени, к сожалению, оставались одним из немногих субъектов Российской Федерации, в котором еще не была подготовлена книга памяти в силу объективных причин нашего исторического развития. Сейчас эта книга есть. Хотелось бы отметить ее автора-составителя Тамару Матгиреевну Индию, у которой уже много лет занимается работой в архивах, работая с дожившими до наших дней очевидцами, современниками тех событий, с ветеранами. Битва за Кавказ длилась 442 дня. Она стала истоком развития отечественной военной науки. 21 участник битвы был удостоен звания Героя Советского Союза. Хавагагиева, Султан Макушков, Новости 24.